Добрый день дорогие радиослушатели, в эфире передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Санников. Сегодня мы пригласили в студию по традиции, по вторникам Юрия Юрьевича Болдарева. Добрый день Юрий Юрьевич. Здравствуйте. Представлять не будем, многие знают, тем более недавно вы выступили на первом канале, и еще на одном канале, да, Юрий Юрьевич? То есть после 15 лет такого забвения, я имею в виду забвения в средствах массовой информации, вы, наконец-то, на экране. Ну что ж, вы начнете. Я должен оправдываться. Ну, я бы сказал, это называется не забвением, а наоборот, очень твердой устойчивой памятью. Чьей памятью? Я говорю о средствах массовой информации. Я тоже об этом. Вот у нас как-то принято говорить о том, что вот есть запретительные списки, вот несистемная оппозиция, вот та самая, которая являлась лидерами Болотной, в вычеркивании, простыми людьми, которые вышли в знак протеста против демонстративно нечестного подсчета голосов на выборах Думы. А я имею в виду тех, кто на сцене был, кто в Фейсбуке вроде как по голосованию, в самый-самый топ, да? И тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что те, кто не имел возможности в этот период выступать на первом-втором каналах телевидения, они обязательно из этого круга имели возможность выступать на самых популярных ФМ-радиоканалах, которые, в общем-то, люди в пробках слушают практически постоянно. В принципе, ведь задача власти весь этот период, о чем мы говорили, была постоянная задача попытаться поставить себя в центре политического поля. Что вот мы в центре, слева есть какие-то левые радикалы, и справа есть какой-то олигархат, оппозиция, прозападные и так далее, а вот мы в центре. И ради этого они постоянно пытались напомнить, что вот та несистемная якобы, та прозападная, та пролиберальная, пролигархическая оппозиция, вроде она существует, вроде все время потакали, там может стать партию. Я обращаю ваше внимание, даже вот на двух совещаниях, которые сейчас проводили президент и премьер, кто сидел рядом с президентом и премьером. Вот люди разучились после времен политбюро читать по картинкам. Кого куда посадили? Да, я напомню, на одном совещании рядом с президентом сидит Митрохин, Яблоко. Да, совершенно рядом. На другом совещании в Сарова по проблемам военно-промышленного комплекса, рядом с Путиным по праву, кто сидит? Младший Арбатов, Яблоко. Я хочу обратить ваше внимание на то, что со времен, когда Ельцин, помните, как он Примакова смещал, Степашин стал, не так сидим, но всем должно быть понятно, что как сидим, вопрос принципиальный. Так вот, власть все эти годы делала и продолжает делать реверансы исключительно в ту, прозападную, пролиберальную, про олигархическую, либеральную сторону. Ей это не удается, потому что нет здравых сил в обществе, готовых, несмотря на все попытки там что-то воссоздать, несмотря на все попытки предоставить режим наибольшее благоприятствование партиям этого спектра, тем не менее создать что-то реально не удается, потому что люди не готовы голосовать за вот эти силы. При этом те, кто на самом деле всерьез, не в шутейной оппозиции к этой власти, со стороны с другой, с национально-патриотической, с левопатриотической, вот они действительно весь вперед жестко закрыты. Не на Первом и Втором канале, не на Эфо, радио популярных вот этих тех же, Эхо Москвы, никакого доступа. Еще раз говорю, речь не о том, что забыли, речь о том, что твердая позиция. Что для них представляет реальную угрозу. И надо трезво понимать, я сейчас не про себя. Я говорю про таких, как я. То есть в нашей стране, в 140-миллионной стране, есть огромное количество достойных людей, с достойной позицией, с достойной биографией, способных донести до людей, обратить их внимание на то, как ими манипулируют, и в чем суть их реальных интересов. Но этих людей категорически железно не пускают. И если бы у теленачальства Первого канала и вышестоящего начальства, была бы хоть какая-то возможность и вот в ситуации диалога с Шаймиевым меня не допустить, они, конечно, не допустили бы, но просто здесь правила игры железные. Кандидат в президенты направляет свое доверенное лицо с документом. Вот он, мандат, вот он. И уже ничего не сделает. Но вот в последней статье в столице я отвечал на вопросы читателей, в том числе некоторые люди обрадовались, что, еще раз подчеркиваю, не надо зацикливаться на себе, что таким, как я, то есть людям с такими взглядами, вроде наконец-то открыли дорогу на телевидение. И я вынужден, честно сказать, людям оставьте надежду. Никто, никому, ничего не окрыл, не открыл. Сейчас избирательная кампания закончится. И ключик? Право кандидата направить своего представителя без спроса начальства, без разрешения начальства прекратится. И одновременно прекратится всякая возможность выступать для людей подобных взглядов. Единственное исключение, сразу говорим, единственное исключение, это те люди, которым вроде как даже удивительно. Последние два, три года, четыре года была страна. Почему этим людям дают возможность так смело выступать и даже как будто бы критиковать власть с национально-патриотических позиций? Я не буду перечислять список. И даже было как-то странно. Как это так может быть? Почему им разрешают? Но у всякого замочка есть ключик. Подошли выборы, настал час икс, и выяснилось, что абсолютное большинство из этих людей в отношении кого было непонятно, почему им можно смущать народ с патриотических позиций. И весь заработанный авторитет, уж извините, бросили к ногам хозяина. К ноге. Либо этот, либо никто другой. Россия без Путина, Россия без будущего и так далее. К сожалению, так. У меня была сейчас встреча с читателями в Петербурге, в доме книги на Невском проспекте. Я там представлял свою новую книгу, но это как предлог для возможности встречи. Потому что сейчас все коммерциализировано, просто получить помещение для встречи невозможно. А тут дом книги представляет, зал прекрасно. Так вот, зашла речь об этом, о том, о чем мы с вами говорим. И вот знаете, какой вопрос люди задали? А неужели, неужели все совсем вот так? Я связываю вообще, да, как вопрос. Неужели все совсем вот так? Не хочется верить, но... И приходится констатировать, что да, к сожалению, все совсем вот так. Юрий Юрьевич, ну не все совсем вот так. Потому что сегодня, я знаю, будет встреча в Библиоглобусе с вами в Москве. Не коммерческая встреча. Я обращаю ваше внимание, это счастливое сочетание сугубо, чисто коммерческих интересов. А, магазина. Есть твои магазины, с одной стороны, а с другой стороны, ну меня как автор и тех читателей, которые придут на встречу. А я, надо сказать, сегодня в 19 часов в Библиоглобусе. Тоже некоммерческая. Ну вот абсолютно некоммерческая встреча будет завтра в МОЗ Энерго. Это вы организуете? Да, это со слушателями народного радио, со слушателями передачи «Народный интерес», с теми, кто хочет встретиться с Юрием Булбериевым. Вот это вам подарок такой. Спасибо, с удовольствием встречусь со всеми, кто захочет прийти. Да, улица Городская, дом 8, МОЗ Энергострой, метро Шаболовская, либо метро Тульская, не так далеко от метро. Наверное, надо повторить, чтобы люди не перепутали, что сегодня и что завтра. Завтра, так. Сегодня, сегодня Библиоглобус, магазин на Мясницкой в 19 часов, а завтра? А завтра улица Городская, дом 8, метро Шаболовская, лучше от Шаболовской, мне кажется. Время? Время 18 часов. Да, и будет презентация вашей книжки. Это в Библиоглобусе. Да, и здесь тоже книга будет обязательно, а как же? Это я не знал. Да, мы продолжаем. Так вот, при обсуждении вот эти дебаты, которые состоялись, в общем, было такое впечатление, что особо разгуляться вам было негде. Вы задали вчера, например, только один вопрос, да? Вы говорите о вчерашних дебатах. Да, вчерашних дебатах. Нет, ну, мне кажется, обижаться грех, это, в конце концов, не наши там бенефисы. В данном случае речь о том, чтобы выбрать между двумя кандидатами в президенты. Кандидатами являются никакой образы не я, а Геннадий Зюганов. И вполне естественно, что в последние дни перед выбором важнее именно ему выступать перед людьми, демонстрировать, кто он есть, каков он есть, как он способен говорить, что он думает и так далее. Очень жаль, об этом говорил и кандидат Геннадий Зюганов, очень жаль, что Путин не явился на вчерашние дебаты, на поединок. Я на гайд-парке оставил, у меня там колонка, которую я временно принес из литературной газеты, вот, я ее назвал «А где же Путин?». А Путин в одном из очередных фильмов о том, как Россия встает с колен. Да. Вот. Почему я позволил себе так съязвить, да, можно сказать? Потому что вроде как ожидалась сенсация. Почему Геннадий Андреевич Зюганов сам пошел вчера решительно, да? Потому что и в новостях сообщали, что вроде как Путин осознал и решил прервать эту, с моей точки зрения, демонстративно неуважительную к обществу традицию, что он не ходит на дебаты, да? И вроде даже по новостям России один сообщили, что Путин лично собирается прибыть, да? И когда уже все в зале, все там загримированы, да, тут выясняют, что вместо Путина все-таки окончательно приезжает, ну, наверное, уважаемый, человек, там, академик, академия медицинских наук, директор НИИ скорой помощи из Петербурга, понимаете, все здорово, все здорово. Но как директор НИИ скорой помощи из Петербурга может отвечать за макроэкономическую и социальную политику, проводимую этим режимом? Как он может отвечать за то, что деньги у нас, выделяемые на здравоохранение, выделяются где-то там существенно ниже среднего по странам организации экономического сотрудничества и развития, да? Примерно в полтора раза меньше, чем у лидеров. Вот как он за это может отвечать? Как он может это объяснить? Никак. А как он может объяснить масштабы коррупции? Ни где-то внизу, ни в больницах, ни в скорой помощи, а там, где принимается решение по большому счету, на что направить наши деньги. Вот. Я в своей записи привел пример своего вопроса, да, но, естественно, другие люди задавали другие вопросы. Тот же там кандидат, Геннадий Андреевич Заганов, задавал свои вопросы. И, конечно, на ключевые вопросы вот этот, вполне уважаемый, вполне, наверное, авторитетный в своей среде представитель Путина, разумеется, ничего ответить не мог. Вот, конечно, было бы интересно задать такой вопрос о цене ошибок при составлении бюджета. Мы понимаем, что есть некие ошибки, когда закладывается в бюджет цена нефти, одна, на самом деле эта цена совершенно другая, получается вот этот разрыв, и деньги, полученные сверх того, что планировалось, уходят в некий резервный фонд, который уходит куда-то. А вы вчера смотрели эту передачу, да? Да, да. То есть вы продолжаете в развитии моего вопроса. Но я обращаю ваше внимание, там же камера скачет, поэтому она не всегда, в момент, когда начинаешь задавать вопросы, оказывается на вашем лице, и не все, что вы хотели бы акцентировать, удается акцентировать. Тем не менее, я-то обратил внимание на что? На то, что есть разница между ошибками и преступлениями. Есть вещи, которые можно считать ошибками. Ну, я бы сказал так, даже вот примитка социальной политики. Есть три составляющих. Вот я бы выделил классифицировку. Первая составляющая. Концепция здравоохранения. Она может быть в чем-то верной, в чем-то ошибочной, а в чем-то коррупционной. Отложили в сторону. Теперь, механизм элементарного порядка в системе здравоохранения. Там тоже, конечно, вопрос организации дела. Оно может быть исходно в чем-то ошибочно. Например, я напомню, что у нас была административная реформа, когда создавали параллельные министерства, агентства и так далее. И это, с моей точки зрения, была, с одной стороны, ошибка, а с другой стороны, все-таки не ошибка, а намеренное симулирование. Симулирование чего? В условиях отсутствия надлежащего разделения властей в системе государственного управления, в условиях решительного отодвигания парламента, народного представительства куда-то на задворки, вроде как внутри системы исполнительной власти, пытаются создать нечто псевдо-похожее на как будто разделение властей и полномочий. Это, конечно, бред. Но одновременно можно считать, что тут добросовец как будто заблуждался. Вопрос внутреннего элементарного порядка, какие люди поставлены, какие цели перед ними стоят, какова их мотивация. Это вопрос, конечно, возможности или невозможности и масштабов коррупции. И третье, я сказал на три части, а третье, а что вообще достает социальной политике здравоохранению? Как организована вся экономика, вся система государственного управления и насколько они обеспечивают необходимым ресурсам социальную политику. И, конечно, надо сказать, что во всех трех составляющих у нас есть ярко выраженные признаки и просто бреда, абсурда, связанного с неквалифицированностью. Конечных исполнителей не в том смысле, что они глупые, а в том смысле, что у них голова о другом болит. Когда они создают ту или иную систему, у меня такое ощущение, они меньше всего озабочены тем, чтобы это эффективно работало в интересах государства. Но на примере концепции здравоохранения есть заведомо, очевидно, чисто коррупционные механизмы. Например, вот эта прокладка системы страховых компаний между бюджетными деньгами и учреждениями здравоохранения. Дело в том, что я не отрицаю страховые механизмы. Я допускаю, что где-то можно вводить страховые механизмы, но тогда страховые компании – это компании коммерческие, ведущие свой бизнес на свой страх и риск. И они могут получить прибыль, а могут что? Обанкротиться. Но у нас-то создана система безрисковая для страховых компаний. Она якобы бесприбыльная, я думаю, безрисковая. Но что такое у нас бесприбыльная? Это значит, что они отсасывают процент денег, выделяемых на здравоохранение, и он идет на все-все-все. Выплачиваются зарплаты, выплачиваются очень высокие бонусы, премии и так далее всем, кто в системе страхования. И при этом система страхования, вот эти страховые компании, они ни за что, ни перед кем не отвечают, и обанкротиться в принципе не могут. Они чистые паразиты. Спасибо. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева. В студии работает Юрий Юрьевич Болдырев. Наш телефон 8495-629-0873. Но мы постараемся, если вопросы, то очень-очень короткие. Если можно, я продолжу эту логику, чтобы нам голова закрепилась. То есть, вот мы три части выделили внутри системы здравоохранения, точнее концепция здравоохранения, порядок здравоохранения и как вся экономика обеспечивает социальную сферу, в частности, здравоохранение. Вот применительно к концепции я пояснил, что заложены изначально совершенно коррупционные механизмы, заведомо паразитическая прослойка. Вот эти страховые компании, ни за что не отвечающие, отсасывающие свой процент, вытягивающие свой процент из денег, выделяемых на здравоохранение, и ни за что ни перед кем не отвечающие. А банкротиться они не могут на этой деятельности. Теперь, то, что касается элементарного порядка в системе. Вы знаете, вот был же съезд Пироговского общества врачей, и они даже провозгласили, что они готовы поддержать того кандидата в президенты, который выполнит ряд условий, или продекларирует, что он готов выполнить ряд условий, которые они предъявляют. Одно из, с моей точки зрения, ключевых условий заключается в том, что категорически недопустимо совмещать муниципальные государственные медицинские учреждения с платными услугами. Это, это еще раз подчеркиваю, это не я, там, бывший зампресс, счетные палаты, это не вы, скажем, человек, который просто вот хочет хорошо лечиться. Это сами врачи, лучшие, квалифицированнейшие, и те из них, кто с совестью, они, анализируя всю практику, им-то выгодно, если они сидят на государственных учреждениях здравоохранения и смогут еще слева получать дополнительные деньги. Но у них совесть есть, они внятно формулируют, как фундаментальное требование. Хотите частную медицину, вот отдельные клиники, создавайте отдельные клиники, отдельные клиники, все что угодно. Но муниципальные учреждения здравоохранения, государственные, должны финансироваться полностью государством, и никаких слева платных услуг. Нельзя человеку, который пришел на рентген, сказать, вот очередь там на 2-3 месяца вперед, а вот если не хотите, платите деньги и тут же через день получите. Вот это разврат, это растление, это уничтожение всего лучшего, что сохранилось у нас от прежней системы здравоохранения. То есть эту форму обустройства такую можно спроецировать не только на здравоохранение, и на образование, и на ВПК, на все что угодно, потому что примерно, с какими-то нюансами... Татьяна Сибановна, совершенно точно, на образование, на культуру нельзя, ведь вы поймите, к людям предъявляются профессиональные требования. И если только вы вводите новый мотив, новое требование, то люди, которые прежде были ориентированы на одно, начинают замещаться другими людьми, ориентированными на другое. Абсолютно, диаметрально противоположное. На измечение максимальной прибыли. Это то, что полностью разлагает нашу нынешнюю систему здравоохранения, образования, культуры и так далее. Я, к слову, здесь припомню Эрмитаж. Как питерцы возмущались, ах, как это можно было проверять святое, Эрмитаж. Но ведь все то же самое. Как только появилась возможность слева дополнительной услуги, смещается, искажается вся мотивация руководителя, работника и так далее. И начинается все остальное уже неинтересно. Уже выставки везутся не в Магадан, не в Зимбабве, а в самые шикарные залы самых богатых стран и почему-то безвозмездно. Вот это очень интересно. Понимаете, понятно, что безвозмездно формально по бумагам. У нас звонок. Пожалуйста, представьтесь очень быстро, дорогие радиослушатели. Вот каждому дается, не обижайтесь, не больше одной минуты. Называйте имя и откуда вы. Мы вас слушаем. Евгений, слушаем. Возможно, поздравляю с великим. Вопрос от вас следующий. Первый вопрос. Насколько грамотный, если вы видите зрение, то, что премьер-министр, мы не отнимаем свои должности, хотя, как говорится, должен президент, и на полу года, говорится, уходи с вами. Второй вопрос. В 1991 году группе Альфа был указан приказ, чтобы вы так понимаете. Они отказались выполнять приказ. Мы не, как вы думаете, это на 16 января было указание президентом, где там, чтобы были вложены и экипированы у вас войска РПСБ. Угу. Как вы думаете, будет ли по основным приказам, что нет, так сказать, вам не будет вывозить институты, как начнутся восстание в таком городе. Понятно. Спасибо, Евгений. Спасибо. Вы знаете, тучи сгущаются, установка нагнетается. Вспомните, пожалуйста, о том, что сейчас говорится о том, что на премьера покушение готовилось. Да, кстати говоря, сообщение о покушении на премьере, на премьере о каком-то странном покушении, которое планировалось почему-то после выборов. Ну, я далек от того, чтобы, знаете, как-то сразу заявлять, что все сфиксировано и так далее. Но вы знаете, что в этом мире все перемешано. И силы, очень многие силы, которые вроде бы против друг друга, на самом деле оказываются, выражаясь экономическим словом, аффилированы. То есть, очевидно, нагнетается обстановка. Она нагнетаться, может, разными силами, с совершенно разными целями. Значит, за этим могут стоять и те, кто хочет не признать выборы, даже если они будут честны, и те, кто хочет сфиксировать выборы. И не допустить возможности людям выразить свой протест. В этом смысле, да, ситуация очень нехорошая. Значит, меня часто спрашивают, а что делать в такой ситуации, вот если народ пойдет на улицы и так далее, и так далее. Я отвечу, мы нет универсального, однозначного ответа, кому и что делать. То есть, нас пытаются загнать постоянно в какие-то ловушки, чтобы мы заранее продекларировали, что мы будем делать, и тогда нас обведут вокруг пальца еще и вот так, и вот так. Значит, мы с вами не плетем заговор, мы с вами не являемся революционной армией, нам с вами сейчас не нужно заявлять, какую бы то ни было стратегию действий в ту или другую сторону. Хочешь, не хочешь, ну, надо сделать все, что от нас зависит. Прежде всего, еще и еще раз, чем больше людей придет на выборы и проголосует самостоятельно, чем больше людей ради интереса, ради отдыха, ради развлечения, или, напротив, ради исполнения своего долга и так далее, придет в качестве наблюдателей. Любая мотивация, говорится. И останется ближе к концу выбор для того, чтобы поддержать наблюдателей, требующих, чтобы вы выдали официальные заверенные протоколы с печатями, тем меньше вероятность фальсификаций, меньше вероятность последующих волнений, бунтов, провокаций. Ведь может быть все. Еще раз, наша задача сегодня сделать то, что от нас зависит для того, чтобы не допустить какого-то катастрофического развития событий. Давайте делать именно это. И обращать, не уставать, обращать внимание на то, что она, к сожалению, действует противоположным образом. Я просто приведу пример. Меня спросили о том, почему там Путин не уходит в отпуск. Хорошо ли это? Да безобразно. Значит, я еще и еще раз обращаю ваше внимание. Он не является президентом страны. Я понимаю, президент ни на минутку не может отвернуться. Ядерная кнопка, вот должен носить ее чуть-чуть не в кулаке. Все понятно. Премьер-министр без проблем спокойно может оставить свой пост на время избирательной кампании никакой производственной необходимости. Ну, точно нет. А зачем понятно? Вот я же эту запись в колонке в Гайдпарке назвал, а где же Путин? Да? Ответ. Вечером узнаем. Из новостей между фильмами о том, как Россия встает с колен, и как коммунисты угробили Россию. Все же понятно, да? И действительно, вчера вечером я смотрел фильм о том, как ужасно, как Троцкий там деньги получал и так далее. То есть, все же нагнетается в эту сторону. И в новостях показываются. Вот одни кандидаты, вот другие, что-то они такое, какие-то пресс-конференции проводят, что-то шутят, смеются. Вроде бездельники рвутся к власти. А потом что? Работает раб на галерах. В том, показывают, как настоящий руководитель проводит совещание с Астраханью, где люди погибли от взрыва газа. Все, шутки в сторону. Слушайте, его не хватит на всю страну, где гибнут люди. Шутки в сторону. Вы понимаете, что работает в стране один человек. А вот эти все рвущиеся. Дармоеды. Бездельники, дармоеды, вообще Боливар не вынесет пятерых. Все. Понимаете, это же все совершенно очевидно. У нас звонок, мы с вами не довели логику, нам надо вернуться к той логике. Давайте звонок ответим. Пожалуйста, говорите. Доброе утро. 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 Я не утверждаю, что вы не согласны. Но я утверждаю, что это вопрос масштаба, требующего вынесения вопроса на референдум. Недопустимо, чтобы временная власть, а любой парламент, временный парламент, могла принимать вопросы столь фундаментальные, которые придется, извините, расклепывать следующим поколениям. Но, я обращаю ваше внимание еще на другое, мы-то говорим еще о другом. О том, что не то что от народа, не то что от народа, а от депутатов, которых сразу после выборов президента начнут, извините, нагибать, чтобы они быстро ратифицировали эти соглашения, до выборов президента все условия в их совокупности цинично скрывают. Вот ведь суть вопроса. Одного этого достаточно, чтобы поставить вопрос до тех пор, пока эти условия не будут вынесены публично, пожалуйста, хоть вам, Татьяна Степановна, прежде всего депутатам, а они сумеют донести до вас, да? Вообще, как нам делать выбор? Потому что у нас пять кандидатов. Один из них имеет отношение прямое к тем, кто подписал эти соглашения об ограничении суверенитета России. Четко и ясно. Значит, для того, чтобы нам принять решение, а можно ли за него голосовать или нельзя, нам бы желательно увидеть, а что же вы подписали, ребята? У нас звонок, пожалуйста, говорите. А, слушай. Здравствуйте. Это Виктор Павлович из Королёва. Слушаем, Виктор Павлович. Я хотел бы задать самый главный вопрос для России, для народного радио и радиослушателей. Слушаем вас. Почему, хотя у нас есть свой самодольный путь общественного развития, направленный на русскую культуру, русскую цивилизацию, и соответствующая четкая и ясная теория, и ясный переход вот к этому пути, он реален, несмотря на происки Запада, агентство влияния внутри России. Почему никто, в том числе Юрий Юрьевич, четко и внятно не объясняет его людям? Спасибо. Понятно. Попробую ответить, как понимаю. Есть счастливые люди, которые твердо и наперед знают свой путь. Когда мне было 15 лет, я не знал своего пути наперед. Тогда мне было 26 лет, я не знал своего пути наперед. У меня были одни планы, а жизнь сложилась через 3 года вообще совсем. иначе. Когда мне было 30 лет, я опять не знал своего пути наперед и так далее. Значит, у меня было направление, общее широкое направление, что я хочу не деградировать, не спиваться, не колоться, не прогуливать свою жизнь, а хочу быть занят интересным, важным, нужным делом. Вот это я про себя знал. А я к этому стремился. Я думаю, что с целой страной, с целым народом, примерно так же, у нас должна быть четкая установка на то, что мы не пьем, не гуляем, не курим, не спиваемся, не колемся, не нюхаем. А мы развиваемся. И духовно, и морально, и интеллектуально. И преследуем, пресекаем всякого, кто нам это мешает. Всякого, кто придает наши интересы и так далее. Вот это базисные условия возможности развития. А дальше путь, ну, я не отношу числа людей, твердо уверен в том, что наш путь нам предначертан. Ну, к сожалению, в этом смысле я, может быть, менее прозорлив, чем кто-то из наших слушателей. Почему? А если определиться, сказать, у нас гео, в конце концов, территориальное положение такое, что мы на стыке, мы на сломе, мы там, оно уже само по себе... Вы говорите об объективных условиях, предопределяющих некоторые наши действия, некоторые наши стремления. Но это не есть путь. Наш путь зависит не только от наших действий. Наш путь зависит от действий Китая, от действий мировой финансовой, там, мафии, элиты и так далее. От США, от Израиля, от кого угодно еще. От мусульманского мира. Наш путь не предопределен. Предопределено, может быть, чем-то, хотя тоже, я думаю, это не предопределено. Вот мы сейчас ведь не зря здесь сидим. Мы пытаемся повлиять. Мы пытаемся повлиять на людей, на то, как они воспитывают своих детей и так далее. Мы пытаемся внести свою маленькую лепту в то, чтобы предопределить наш путь в каком-то созидательном, конструктивном, высоком смысле и направлении. Но окончательно он пока никем не предопределен. Ну вот мы сказали, ладно, берем вопрос, я хотела задать, но, может быть, мой вопрос кто-то и задаст. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Доброе утро. Я хотела у вас вопрос, я говорила по-русски, что у вас есть вопрос. Простите, вопрос. Спасибо. Вы знаете, вот, уважаемый товарищ, у нас, на самом деле, ну, как, не семинар по юридической технике. Вопрос-то, ну, прошу прощения, я понимаю, что он вас озаботил, озадачил, но, строго говоря, вопрос-то для первых или второкурсников любого юридического факультета. Дело в том, что есть общее правило, оно нигде внятно не записано, но в нем есть такая логика фундаментальная, правотворческая, что всякие изменения в деятельности власти, принимаемые собой властью, и улучшающие, как бы, положение власти по отношению к народу, то есть увеличивающие срок полномочия, дающие власти еще какие-то новые возможности, права и так далее, они могут властью приниматься, но вступают в действие только после следующих выборов. Это одна сторона вопроса. Это, как бы, общо-теоретическое, а совершенно практическое, но вы же понимаете, что закон прямого действия в том виде, как он сформулирован. Так специально формулируется, что в этой части это вступает в действие либо с такого-то года, либо начиная со следующих выборов. То есть здесь никакой ошибки нет, и мне кажется, нам заниматься вот этой юридической козуистикой просто не стоит. Здесь нет никакой проблемы. Еще звонок у нас. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Лилия Сергеевна из Москвы. Вопрос такой. Возможно ли, почему это не видит как бы очевидно, как я это вижу, возможно ли соединение сил КПРФной программы социального развития и с возможными талантами Путина как политика? Спасибо. Они выходят в счастье. Спасибо. Вы знаете, вот я поздравляю, что если какой-то кандидат сейчас заявит, когда я буду избран, Путина я тоже привлеку, к чему? Ну, к работе. Нет, не к ответственности, к работе. К ответственности, само собой. Я веду к работе. У него тут же, наверное, все начнут кидать камни. Вот он, подлец, продался, вот он, оказывается, что. Вот. Но, вы поймите правильно. На самом деле, любой ответственный руководитель, приходящий к власти в условиях гражданской, там, мирной смены власти, конечно, первое, что он должен делать, это получить информацию, привести ревизию, к которой ранее он, как обычный гражданин, просто не был допущен. Огромный объем важнейшей информации составляет государственную тайну. Это первое. Второе. Если ты не изгнал оккупационный режим, а в результате мирной смены власти пришел, сменил прежнего президента, прежнего... Без революции, без крови. То, наверное, второе, что ты должен сделать, это провести долгие, подробные разговоры со своим предшественником. Все, шутки в сторону. Борьба закончилась, хотя бы на обозримой перспективу. Теперь давай говори, «А что ты считаешь в презумпции твоей невиновности, в презумпции твоей созидательности и конструктивности, что ты считаешь важное, ты бы продолжал делать, и что ты считаешь, вот ты бы мог мне посоветовать, подсказать, так далее». Не значит делать все, как он скажет, но это обязательно нужно, обязательно нужно. И третье. В конце концов, ведь никто не говорит, что какая бы то ни была, даже самая дурная власть не делает вообще ничего хорошего. Из самых разных соображений, в том числе из конъюнктурных, из соображений собственного выживания, из там пиаровских каких-то, конечно, что-то делают и ошибочное, что-то делают и преступное, а что-то делают и вполне адекватное. Значит, я бы не стал советоваться с Путином в вопросе о том, как нам проводить земле-элимпиаду в Сочи, как нам реализовать, а, как нам наполнять государственными деньгами вот эту пустышку по существу содержательную, Роснано, да, этот бред и абсурд, как нам выкачивать деньги из России, отправлять их за океан, чтобы потом свои же деньги брать в долг на 6 пунктов, на 6 процентов больше, чем мы свои же деньги туда положили и так далее. Значит, это все преступления, и эти темы можно обсуждать только с точки зрения того, какой срок давать всем, кто к этому причастен, да. Но, примета к вопросу, скажем, касающимся наших военных баз в Сирии. Сегодня, с моей точки зрения, Россия и Китай занимают ту позицию, которую и должен занимать следующий президент. Там будет то, например, Геннадий Зюган, доверенный лицом которого я являюсь. Даже вопросов нет. Нет ни малейших сомнений в том, что Геннадий Зюганов по вопросам внешней политики, там, где столкнулись интересы США и Запада, стремящихся все снова неоколонизировать, везде, где непослушные правители создать хаос и поставить свои марионеточные власти и так далее, значит, другие центры стремления, подчеркиваю, Китай сегодня является центром развития. А целый ряд стран, включая Россию, являются центрами потенциально возможного стремления к развитию. Я так сформулировал, мы еще должны стать центром развития. И то, что мы в этом вопросе сегодня объединились с Китаем и занимаем достаточно четкую и однозначную позицию, безусловно, должно быть продолжено. И все те люди, которые разрабатывали эту позицию, все те люди, которые принимали участие в выработке, в ее реализации, конечно, их нужно послушать. И кто-то из них может должен остаться и продолжать работать. То есть, нет такого, что власть сменилась и все, кто имели отношение к прежней власти, должны быть выброшены. Даже более того, вам сразу скажут, вот те, кто имели отношение к фальсификации выборов, вот мы их накажем. Вы, пожалуйста, меня извините. Никакая фальсификация выборов не может проводиться в данном случае без соизволения высшей власти. То есть, хочешь, не хочешь, и здесь наказывать надо не рядовых исполнителей, а тех, кто это стимулировал, поощрял, организовывал и так далее. Но еще раз подчеркиваю, все то созидательное, что делалось, то должно быть использовано. И люди, если они по большому счету могут в новых условиях принести больше пользы, чем вреда, в конце концов, даже есть такие инструменты, как амнистия в Государственной Думе. Если прежний правитель, условно, я сейчас не путь с именем Медведев, если прежний правитель покается, объяснится, вернет все наворованные деньги и так далее, и будет готов дарить служить государство, общество, может быть, его и можно просить, держать на коротком поводке и дать возможность работать на страну. То есть, здесь нет такого, что должны прийти классы людей, которые будут всем просто мстить, мстить, мстить. Такого быть не должно. Должны прийти люди, которые будут созидать и использовать каждую возможность для того, чтобы созидать. В том числе и кадровый потенциал. Спасибо, Юрий Юрьевич. Дорогие радиослушатели, время... Мы не успели, да, да. Вот я свой вопрос не задала, но... А может быть, у нас 30 секунд есть? В следующий раз. Ну, нам надо анонсировать, что сегодня в 6 вечера встреча в Библиоглобусе, магазин на Мясницкой. А не в 7? А, в 7 вечера сегодня, уважаемые товарищи, в 7 вечера сегодня в Библиоглобусе. Сегодня, называем дату, что мы... Сегодня какой у нас? Сегодня какой у нас? Сегодня 28 февраля, предпоследний день февраля. Значит, встреча в Библиоглобусе на Мясницкой, и завтра в 6 вечера... В 6 вечера встреча слушателей Народного радио, слушателей передачи Народный интерес с нашим гостем Юрием Болдыревым. В 18 часов, улица Городская, дом 8, МОЗ, Энергострой. Метро? Метро Шаболовское, либо метро Тульское. Как вам удобнее? Спасибо всем. Спасибо вам, Юрий Юрьевич, и спасибо всем, кто был в этот час вместе с нами. Я напоминаю, что в передаче работал Юрий Болдырев. Помогала Татьяна Федяева. Всего доброго. До свидания.